Южная Корея. Это одна из лидирующих экономик мира и высокий уровень жизни. Это техногиганты Samsung и LG. И автомобили Kia. Это поп-культура, известная по всему миру своими исполнителями. Это киберспорт, поддерживаемый государством. И, конечно, дорамы. Поддерживает это благополучие труд мигрантов, в том числе нелегальных. В погоне за южнокорейской мечтой сюда ежегодно приезжают десятки тысяч людей. Они работают в самых опасных и малооплачиваемых местах. Я даже потом одежду не мог купить и в своей грязной одежде ходил по Сеулу, обросший, как бомжара. А, блин, как вспомнишь аж тяжкая бляха-муха. Ужасная была аллергия, то есть у меня была отдышка, я задыхалась по ночам, то есть спать не могла. У нелегалов хроническая проблема с травматизмом, задержкой зарплаты, нарушением прочих трудовых и человеческих прав. Люди Байкала приехали в Южную Корею, чтобы узнать, в каких условиях работают нелегалы из России, за какие деньги и с какими опасностями сталкиваются, как изменились отношения России и Южной Кореи, и правда ли, что россияне стали лидерами по запросам убежища. Это кадры рейда на нелегальных мигрантов с официального ютуб-канала Министерства юстиции Республики Корея. Число иностранцев, живущих в стране без документов, растет с каждым годом. И по итогам 2023 года достигло рекордного числа в 423,5 тысячи человек. Миграционная полиция начала усиленные облавы на нелегалов. К полицейским присоединились и гражданские. Ультраправый кандидат в национальном собрании из города Тегу со своими сторонниками принялся ездить по стране и ловить людей, похожих на мигрантов, требуя предъявить документы. Есть супермаркет недалеко, Топмат. Там часто устраивают облавы на нелегалов. То есть стоит старокс, он абсолютно ничем не примечательный, на таких нас возят на работу. То есть ты даже не можешь понять, что это эмиграционная машина. Они ждут время, знают, во сколько примерно люди приезжают с работы. Страшно на самом деле просто гулять, куда-то ходить из-за того, что ты нелегал, потому что тебя могут подойти, спросить документы, у тебя их нет. Ну и все, и поехал домой. Это Наргиза. Ей 23 года. Она приехала в Южную Корею полтора года назад из Читы, несмотря на опасность быть пойманной и депортированной. И все ради дочки. Дело в том, что я была замужем. Я в 19 лет вышла замуж. У меня дочка. Муж изрядно так загнал в долги, можно сказать. Мы разошлись. Но все долги остались на мне. Мы переехали к моей маме. Я сказала, сидите дома, отдыхайте, а я полностью буду вас обеспечивать и ребенка. План не сработал. Наргиза работала на двух работах и зарабатывала 45 тысяч рублей в месяц. В Южной Корее уже несколько лет жила ее сестра. И она сказала, хоть на трех будешь работать, но ты не вывезешь. Поэтому я тебе предлагаю приехать в Корею. Хорошенько подумай. Да, ребенок еще маленький. Будет тяжело. Но это лучше, чем ребенок будет голодать. Ты будешь переживать, во что его одеть. Ну, в целом, в Корее вот примерно такие кухонки. Это ванрум. Это однокомнатная квартирка маленькая. Это очень неудобно. Даже микроволновку нигде поставить. Вот маленькая гардеробная, кстати. Такая уже вся раздолбанная. Ну, там такой небольшой шкафчик. Душевая, стиральная машина. И все. Вот центр управления всей квартирой. В плане того, что вода, подача, отопление и все такое. Как же Южной Корее удалось из одной из беднейших стран Азии превратиться в привлекательную для мигрантов экономически развитую державу? Этот вопрос мы задали профессору университета Осло, корееведу Владимиру Тихонову. Ну, как? Собственно, индустриализация в Корее началась уже во времена японского колониального владычества. И тогда, и после этого это прежде всего была геополитика, потому что Корея должна была стать плацдармом для японской агрессии в Китае. Она была японской колонией. Но в основном тогда индустриализировала северная часть Кореи. Потом Южная Корея, это фактически был американский протекторат, расположенный в стратегически важной зоне, где американская сфера влияния соприкасалась с китайской и советской. И, соответственно, Южной Корее давались самые разные преференции, начиная от дешевого финансирования займов и кончая, например, допуском на рынки США и Японии без того, чтобы Корея открывала бы свой собственный внутренний рынок. Потом, как холодная война кончилась, режим протекционистский в Южной Корее пришло свернуть, в конце 90-х страна перешла к неолиберальной модели. А в 2000-х правительство разрешило нанимать иностранцев, если не удалось нанять корейцев. Однако визу в этом случае выдают всего на несколько лет. Хочешь остаться дальше – становись нелегалом. Россияне в этой программе участвовать не могут. При этом с 2014 года между Россией и Республикой Корея действует безвизовый режим для краткосрочных поездок. Некоторые россияне пользуются этим, чтобы остаться жить и работать в Южной Корее нелегально. К 2023 году в стране насчитывалось 9339 россиян-нелегалов. Так, мы сейчас с вами пойдем в русский район. Откуда начиналась наша история? Это Нора. Ей 32 года. В 2016-м она переехала в Южную Корею вместе с дочкой, которой было всего 2 года. Мне говорили, ты что? То есть у тебя что, все плохо? Я говорю, нет, у меня все хорошо. Говорит, ну муж у тебя полицейский, все нормально, живи теперь, что не живется? Я говорю, нет, я хочу чего-то большего, лучшего. То есть мы не могли даже в садик устроиться, хотя у нас льгота. Как для сотрудников полиции, да? Потом у нас был такой период, зарплата 30 тысяч, половина ровно, 14 тысяч уходила на аренду жилья, и тысяча за интернет. Остается 15 тысяч. То есть этих денег недостаточно на всю семью. Я работать не могла, я сидела с ребенком. В Южной Корее уже работала нелегально ее мать. Женщины стали жить вместе в так называемом Чайнатауне города Пусана, где традиционно селятся и приезжие из стран СНГ. Он, получается, хозяин этого магазинчика, и в этом доме сдает комнаты в Анрумке, а мы жили в этом доме. Чтобы Нора могла работать, дочку Ульяну она отдала в детский сад. Там ребенка без документов приняли без вопросов. Устройство в школу и садик – это очень легко. Прямо просто. Вы приносите буквально два документа. Это договор об аренде жилья. Это такой важный документ, что вы где-то рядом живете. И ваш документ, заставляющий личность, все. Южная Корея – страна с самым низким уровнем рождаемости в мире. Всего 72 ребенка на 100 женщин. Иммиграция частично решает эту проблему. Ни одна страна с высоким уровнем дохода, за очень редкими исключениями, себя не воспроизводит без иммиграции. Постепенно ключевым ресурсом в мире становится человек – рабочая сила. Иммиграция – это вопрос выживания страны. Своих граждан для работы на заводах в Южной Корее не хватает. Корейцы неохотно работают на малооплачиваемых и вредных производствах. Гигантские корпорации, которые вы все, конечно, знаете, Самсунг и компании, детальки изготовляют поставщики, мелкие компании. Без этих мелких компаний большие компании существовать не могут. Но если рабочим на больших компаниях платят, в общем, достаточно достойно, ну, в принципе, на европейском уровне где-то, то вот маленькие компании – это такой третий мир. В советской индустриальной культуре у нас были заводы-гиганты, вроде Уралмаша или Алмазе, где стремились делать все детальки в одном помещении. Индустриальная культура японского, тайвандского, южнокорейского типа совершенно другая. Она основана на системе поставок just in time, то есть как раз вовремя, то есть на связях, скажем так, центрального производства с сотнями поставщиков или поставщиков для поставщиков. Почему это выгодно? Рабочие центрального, так сказать, завода, завода, который собирает конечный товар, они, если они забастуют, могут полностью перекрыть производство, но на маленьких производствах забастовка может означать банкротство компании, ну, а потом те же самые функции будет выполнять новый завод. Там нет профсоюзов в основном, зарплаты гораздо ниже, и за счет эксплуатации труда на этих маленьких производствах у поставщиков конечный продукт может быть относительно дешевым по цене. Вот именно на этих маленьких компаниях в основном мигранты и заняты. Туда нелегалов берут очень и очень охотно. У нелегалов хроническая проблема с травматизмом, задержкой зарплаты, нарушением прочих трудовых и человеческих прав. Ты ничего не успеваешь, на самом деле, когда до восьми работаешь. Приходишь, помылся, пока приготовишь поесть, быстренько подготавливаешься к следующему дню, все, и ложишься спать. Наргиза устроилась на завод, где производят детали для автомобилей с зарплатой около 170 тысяч рублей в месяц. Но за эти деньги работать приходилось 12 часов у конвейера с перерывами на обед, ужин и два перекура. Ну, бывает такое, что прям нет сил даже поговорить с родными. То есть у меня дочка, мне по-любому надо с ней разговаривать каждый день. Но иногда прям бывают такие дни, что я вообще не в состоянии с ней разговаривать. Бывает, что по два, по три дня я ей вообще не звоню. Потом ей позвонишь, она ругается. Она что-то мне не звонила. И спишь по факту часа 4-5, потому что в 6.30 ты опять встаешь. У меня еще тогда на тот момент ужасная была аллергия. То есть у меня была отдышка, я задыхалась по ночам, то есть спать не могла. На фоне этого была бессонница. Короче, я ходила вообще как зомби была на тот момент. Я решила две недели отдохнуть. А потом началась вот эта безработица. Заказов нет вообще нигде, ни на каких заводах. Работа стоит, работники нигде не требуются. Причиной безработицы стали в том числе частые рейды. Работодатели не хотят рисковать. Если рейды ультраправых активистов, о которых мы упоминали, вредят самим мигрантам, то официальные рейды миграционной службы могут грозить большими штрафами и для владельцев бизнеса. Охота на нелегалов – это попытка непопулярного президента Юн Сок Йоля вернуть одобрение граждан после провала своей партии на последних парламентских выборах. Тут речь идет о чистом популизме. Дают невыполнимые обещания сократить количество нелегалов. Вот эти обещания как бы направлены на то, чтобы получить большее количество голосов от тех южных корейцев, которые считают, что нелегалы с ними конкурировали на рынке труда. Это невыполнимые обещания. Реально это количество можно депортациями сократить на 10-20 тысяч человек через пару месяцев, а не при этом. После жалоб правозащитных организаций прокуратура предъявила дружинникам из ТГУ, отлавливающим мигрантов, обвинения за насильственные действия. Они не имели права никого задерживать. В отличие от нелегальной, легальная миграция поддерживается правительством Кореи. Так, например, чтобы решить проблемы демографии в сельских регионах, в начале 90-х началось развитие брачной миграции. Супружеская миграция набирает популярность и среди россиян. Однако с началом войны ее структура кардинально изменилась. Если раньше мигрировали в основном женщины, то теперь это мужчины. Наша героиня тоже нашла супруга в Корее, но не корейца. Да, вот мы жили в этом районе, нас здесь проживало 33 бурята, люди Байкала. К этим 33 бурятам приезжала Нора и обратила внимание на меня дурака. Это Альберт. Он, как и Нора, приехал в Южную Корею на заработки 8 лет назад. На первый завод, как помню, попал. Мебельный завод практически под Северной Кореей. Два месяца отработал, и меня благополучно кинули, как говорится. Вообще, я тогда, конечно, страданул люто. Я даже потом одежду не мог купить и в своей грязной одежде ходил по Сеулу, обросший, как бомжара. Ой, блин, как вспомнишь аж тяжкая бляха-муха. Нора и Альберт сменили в Южной Корее множество мест работы. В 2017-м, например, работали на стройке. Я вообще такую систему раньше видел только в фильмах американских, когда вот подъезжает работодатель, ты-ты-ты, садитесь, поехали. И вот тут такая же система. Утром приходят люди, садятся, это как на панели, и сидишь, ждешь. И бригадир со стройки. Выберут ли тебя сегодня? Да, и он такой, ты-ты-ты, ты, за мной. Привет. О, этот до сих пор работает здесь, что ли? Это Саджан. Так по-корейски называют владельца компании. Альберту удалось уговорить Саджана пустить нас внутрь. Он говорит, нет никаких проблем с нелегалами. Главное, говорит, не драться, что-то такое не совершить. Если ты просто спокойно ходишь на работу и домой, тебя никто не тронет. Несмотря на облавы, рабочие все так же ходят в этот самушиль, а общее число нелегалов в Корее не уменьшается. Смотрите, как много йокотэ. Однако из-за облав властей жить нелегалам все равно труднее. Например, Наргиза, уйдя с завода, найти хорошее постоянное место снова так и не смогла. Я бы, мне кажется, осталась без работы, если бы со старого завода мне не позвонили и не попросили вернуться. То есть у кого не спроси, сейчас все прочувствовали вот эту вот жесткую прям с работой такую ситуацию. Также страшно в плане того, что корейцы чаще всего очень неуважительно относятся к таким вот иностранкам, как я. К кореянкам они никогда не подойдут, не скажут, не будут на нее пялиться или что-то ей будут говорить. За это можно сесть. А зная, что у иностранцев это в порядке вещей, ну они так считают, да, то они в наглую могут подойти, начать разговаривать, приобнимать. То есть, ну и были такие ситуации на самом деле неприятные. И ты понимаешь, что в таких ситуациях ты не можешь обратиться в полицию, потому что как только ты это сделаешь, ты тоже домой поедешь. У Норы, в отличие от Наргизы, был опыт столкновения с южнокорейской полицией. Еще в начале ее жизни в стране кто-то пожаловался, что она на улице шлепнула девочку по попе. Через час к нам долбятся в дверь. Я думаю, что-то такое, говорят, полиция, открывайте. Меня трясет, что за полиция вообще, что. Потом они приводят переводчика. И говорят, дверь открывайте, все будет хорошо, типа на вас поступила жалоба. Они вызвали психолога, она приезжает, ну и смотрит, есть ли синяки у ребенка, еще что-то. Ну вроде я смотрела, говорит, все хорошо. И они мне сделали предупреждение, ну видят, что мы без документов. Просто закрыли глаза и сказали, типа, еще одно предупреждение и все. Жить без документов семье Норы оставалось недолго. В 2021 году в Южной Корее стартовала программа легализации детей-мигрантов. И мы тогда по ней не проходили. Я, конечно, немножко расстроилась, но я вот все думала, вот внесли бы какие-нибудь изменения в эту программу. Проходит год, изменения, и мы подходим под эти изменения. Это вообще, это реально чудеса, представляете? Семья смогла получить визы, потому что Ульяна въехала в страну, когда ей еще не было 6 лет. Учится в корейской школе и прожила здесь больше 6 лет. А по твоему какой язык сложнее? Русский или корейский? Конечно, русский. Я все время спотыкаюсь, не могу выговорить слово русское, часто запинаюсь. Говорю с ошибками, пишу с ошибками. Она склоняет неправильно. Вот ей слово бедность, она его просклоняла бедняжество. Альберт сейчас работает в бригаде по установке пластиковых окон, где платят примерно 16 тысяч рублей в день. Нора также нашла в Корее свою нишу. Она работает на себя, убирается в квартирах состоятельных этнических корейцев, выходцев из России. А мы, люди Байкала, работаем на вас, зрителей и читателей. Спасибо за ваши просмотры, комментарии и лайки. А все способы поддержать нас вы найдете в ссылке в описании под видео. Сейчас Нора и Альберт живут в одном из самых дорогих районов Пусана и наслаждаются путешествиями по Корее. Возвращаться на родину они не хотят. То есть я понимаю, что жить там с ребенком уже будет опасно. Потому что придут с войны, так скажем, психически нездоровые люди. Они будут представлять опасность. Влияние конфликта на Южную Корею очень ощутимо. Это был большой шок для южнокорейцев, естественно, учитывая их собственную ситуацию с Северной Кореей. Потому что, скажем так же, как Украина, Корея и корейский полуостров, это условно говоря, буферная зона. Между геополитическими блоками, естественно, все, что происходит в Восточной Европе, южнокорейцы экстраполируют на себя. Они подозревают, что Северная Корея продает большие объемы вооружений Российской Федерации. И с их точки зрения экономика Северной Кореи сейчас в значительно лучшем состоянии благодаря этой торговле, чем она раньше была. Они боятся того, что в руках Северной Кореи могут очутиться какие-то новые военные технологии. И в целом боятся того, что более уверенная в себе Северная Корея может быть более опасна. Южная Корея осудила вторжение России в Украину и присоединилась к международным санкциям, но не прекратила полностью торговые и дипломатические отношения. Между нашими странами до сих пор действует безвизовый режим. И миграция в Южную Корею стала для многих способом не поддерживать войну. После 2022 года россияне вышли в лидеры по запросам убежища в Южной Корее. Выросло и число возвращающихся из России этнических корейцев. А вот количество россиян-нелегалов сократилось, хотя это все еще популярный способ заработать больше, чем в России. Несмотря на риски и тяжелые условия труда, люди готовы оставаться нелегально, в социальной незащищенности и под угрозой депортации. Для одних, как Нора, это шанс легализоваться и начать новую жизнь. Для других, как Наргиза, возможность обеспечить лучшее будущее своим детям в России. Пока местному бизнесу выгодно нанимать нелегалов, многие будут готовы рискнуть ради корейской мечты.